Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз хочу представиться. Я серебряная директа компании. 11 лет в компании Фаберлик. В данный момент я являюсь сертифицированным консультантом по правильному питанию. Закончила школу дирекологии. И специалист по нутрицептикам, а именно по БАДам. Сегодня мы разберем с вами такую тему, как продукты для здоровья и эмоциональное питание. По каждому из БАДов, если у вас возникнут вопросы, пишите их сразу, так как тема достаточно большая. Все мы понимаем, что БАДы очень сложно продавать. Почему? Потому что нужно разбираться, кому и когда они нужны. И самый первый БАД, который мы сегодня с вами разберем, это Омега-3-6-9. Биологически активные добавки не являются лекарственными средствами. Они дополняют нашу пищу полезными компонентами. Поэтому биологически активные добавки используются во времени, либо после нее. Омега-3-6-9 это один из самых важных БАДов, который только может быть. Что вам нужно знать? Что Омега-3-6-9 это жирные кислоты. И они классифицируются на полиненасыщенные, это Омега-3 и Омега-6. А также мононенасыщенные, это Омега-9. Наибольшая биологическая активность существующая в полиненасыщенном жирным кислотах Омега-3 и Омега-6. Омега-3 и Омега-6 не вырабатываются в нашем организме. Поэтому мы их можем получить только через питание, либо при помощи биологически активных добавок. Омега-3, если ее достаточно в нашем организме, может позволить нам достичь следующих результатов. Улучшается работа мозга, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Следовательно, первая категория, которую мы предлагаем нашу биологическую активную добавку Омега-3 и Омега-3, это люди старшего поколения, у которого происходят уже изменения в работе мозга и сердечно-сосудистой системы. Также нормализуется эмоциональное и психологическое состояние человека, после чего попадает хроническая усталость, раздражение и депрессия. Следующая категория, которую мы предлагаем, это люди, которые очень много работают, очень много устают, а также все время находятся на стрессе. Омега-3,6,9 также помогает при снятии болевых ощущений и воспалении при артрозе и ревматизме. Это очень важно, так как в нашем регионе очень много людей, которые страдают ревматизмом. Омега-3,6,9 улучшает половую функцию у мужчин, понижает уровень холестерина, улучшается работа нервной системы, стимулируется репродуктивная функция у женщин. Следовательно, если женщина готовится к беременности, либо входит в менопаузу, то ей омега-3,6,9 обязательно нужно. Укрепляется иммунная система и выравнивается гормональный фон. Это очень важно. Почему? Потому что именно иммунная система отвечает за все. Все. Стоит нам чуть-чуть замерзнуть – мы не болеем. Стоит нам понервничать – мы начинаем болеть. Если мы не хотим этого, то мы обязательно пьем омегу-3,6,9. Гормональный фон. Когда он у нас нарушается? До беременности, после беременности, во время администрационного цикла, во время входа и выхода из менопаузы. Повышается способность организма к регенерации, высокому заживлению ран и повреждению внутренних органов. О чем это говорит? О том, что если вы замечаете, что вы часто можете увидеть на своем теле какие-то язвочки, какие-то царапины, которые долго заживают, то это один из сигналов того, что в вашем организме мало омеги-3. Организм омолаживается благодаря омеги-3. Естественным образом повышается тонус, эластичность кожи, укрепляются ногти и водосильные луповицы. Следовательно, если человек следит за собой, то ему обязательно в рационе нужно иметь омегу-3,6,9. Существенно снижается вероятность развития онкологических заболеваний. Сейчас мы все с вами знаем, что 21-й век – это век онкозаболеваний. И онкологические заболевания с каждым годом становятся все моложе и моложе. У омеги-3,6,9 есть противопоказания. Первое – это склонность к аллергии на любой вид морепродуктов. Так как омега-3, все мы знаем даже глядя на упаковку, это рыбий жир в составе. Тяжелые травмы и кровопотери. Также противопоказания – геморрой, болезни желчевых водящих путей, почек и печени. Нельзя ни в коем случае омега-3,6,9 принимать при активной форме туберкулеза и некоторых заболеваниях щитовидной железы. Поэтому если вы имеете заболевание щитовидной железы, то лучше сначала консультироваться с вашим эндокринологом. Омега-6 – защита клеток от внешних повреждений и укрепление ее естественного барьера, нормализует артериальное давление. Следовательно, омега-6 – это самый лучший иммунный стимулятор и помощник в работе сердечно-сосудистой системы. Также оказывает противопоказательное и антиаллергическое действие. Самый лучший тандем – это омега-3 плюс омега-6. А также нужно знать, что омега-9 у нас вырабатывается хоть и в малом количестве, но в организме. Омегу-3,6 мы не можем. Грецкие орехи, рыба – это все нам помогает получить омегу-3,6. Но этому нужно съедать достаточно много. А в нашем регионе нет морской, именно океанической, холодной, которая живет в холодных водах, рыбы. Итак, отвечу сразу на вопросы про беременных кормящих. Да, омегу-3,6,9 беременных кормящих можно. Почему? Потому что, когда формируется плод у беременных, им нужна иммунная система хорошая. Нужна, чтобы была крепкая нервная система, соответственно, сосудистая система. Точно так же и у беременных и кормящих. Если есть новообразование на теле, можно ли это принимать? Это нужно сначала поговорить со специалистом. В принципе, противопоказаний для применения омеги-3,6,9 при новообразовании на теле нет. Самый главный фактор, так как я в данный момент работаю именно с группой людей, которые пытаются снизить вес, сразу могу сказать, что все люди в регионах Центральной Азии, Кавказа и России также являются в дефиците омеги-3,6. Без омеги-3,6 не идет снижение веса вообще. Например, могу вам привести пример, что была наша клиентка, которая на протяжении более месяца сидела на правильном питании. Все было отлично, но не пила омеги-3,6. Как вы думаете, снизился ли вес? Нет, не на грамм. Стоило ей начать принимать омеги-3,6, как вес сразу же стал уходить. Почему? Потому что было нарушено именно межклеточный обмен, который не давал ей снижать вес. Если сейчас посмотреть последнее исследование, то омега-3 больше влияет на снижение веса, чем омега-6. Очень много компаний предлагают омегу-3 в чистом виде. Но поймите, что омега-6 тоже нужна. И только в тандеме они работают. По омеге-3 и 6. Что вам нужно знать? То, что омега-3 и 6 – это рыбий жир изначально. Если кто-то из вас знает, ваших бабушек и дедушек, что он либо мамы ваши застали это время, когда в садиках давали каждый день деткам рыбий жир. Затыкали носик и ложечкой выливали. Сейчас уже, слава Богу, данные капсулы лишены такого аромата и вкуса. Но именно то поколение послевоенное, поколение 60-х и 70-х годов не болели сезонными простудами. Посмотрите, если вы не верите, вы спросите у своих родственников, которые в то время получали рыбий жир, они не помнят, чтобы они ходили с соплями, либо у них был кашель. Боже мой, что такое антибиотики? Они об этом никогда не знают. Следовательно, к чему я веду, что если мы хотим быть здоровыми и быть именно защищенными в данный момент, то обязательно нужно принимать омега-3,6 по одной и две капсулы один-два раза в день во время еды или после. Рекомендуемый курс у внутрецептиков – это три месяца принимаем, месяц отдых. Три месяца принимаем, месяц отдых. Почему такой промежуток? Потому что организм сначала должен восполнить все дефициты, а потом уже накапливать все полезные свойства. Поэтому омега-3,6,9 употребляется два раза в день дозировкой. Утром и вечером не нужно принимать четыре капсулы утром. Их нужно разделить для лучшего усвоения. Есть ли вопросы у вас по омега-3,6,9? Или мы можем переходить к следующему базу? Итак, следующая биологически активная добавка. Да, кормящим грудью можно, беременным кормящим можно. Омега-3,6,9. Следующая биологически активная добавка – это коэнзим Q10. Многие люди его недооценивают. Многие консультанты смотрят в каталоге, видят и пролистывают. Хотя на самом деле только на одном коэнзиме Q10 можно делать огромные баллы. коэнзим Q10 – это уби-кинон, или по-другому он называется в переводе «вездесущий». Каждый человек должен понимать, что у нашего организма есть энергия, у каждой клеточки нашего организма есть энергия. И коэнзим Q10 вырабатывается в нашем организме сам. Для чего? Для того, чтобы клетка смогла жить здоровой жизнью, могла правильно делиться, не болеть. И с возрастом выработка коэнзима в организме снижается. Дефицит коэнзима наблюдается в основном у пожилых людей. Однако может встречаться и у молодых лет. В основном у каких? Это дефицит витамин В6, генетические дефекты именно по выработке коэнзима Q10, заболевания тканей и побочные эффекты препаратов, направленные на понижение уровня холестерина. Вы будете сталкиваться с такими людьми. А кто эти люди? Это те люди, которые утром просыпаются и чувствуют себя разбитыми. Те люди, которые в течение дня не чувствуют прилива сил. Те люди, которые с каждым годом замечают, что в состоянии их волос, ногтей, кожи становятся все хуже, тусклее. Все это из-за коэнзима. У человека просто-напросто нет сил. Сил жить, развиваться, к чему-то стремиться. А вы понимаете, что если в клетке не хватает энергии, то эта клетка начинает болеть. И болеет она достаточно сильно. Поэтому та категория, в которую мы отнесем наших клиентов по коэнзиму, это люди старше 35 лет. Либо люди, которые занимаются физическим трудом. Они все время находятся в дефиците энергии. Коэнзим-Ку-10 очень важен для чего? Если вы посмотрите многие слайды, что коэнзим-Ку-10, коэнзим-Ку-10. Законные рекламы есть не только в слайдах, либо на картинках в интернете. Очень часто люди, болеющие сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, Допергейс, препарат, принимают дорогостоящий. В его составе есть коэнзим-Ку-10. До 35 лет рекомендуем, если человек чувствует усталость, если человек просыпается небодрый, если у человека нет прилива сил, если просто-напросто он находится в депрессивном состоянии. Это обязательно нужно принимать коэнзим-Ку-10. Коэнзим-Ку-10 имеет главные преимущества. Первое. Устраняет симптомы сердечной недостаточности. Было проведено исследование учеными. Дали 420 участникам эксперимента коэнзим-Ку-10 на ежедневной основе. Данные участники имели проблемы с сердечной недостаточности. По истечению срока ученые заметили, что ежедневное потребление соединения в Ку-10 не только устанавливало симптомы сердечной недостаточности, но и существенно снизило уровень риска смерти и восстановило сердечный ритм. Следовательно, первая категория, которую мы рекомендуем, это будут люди с проблемой сердечного ритма. Это те люди, у которых есть тахикардия, стенокардия. Люди с сердечной недостаточности. Второй плюс повышает уровень тертильности у женщин. Тертильность – это способность организма производить потомство. С возрастом эта способность у женщин снижается. Следующая категория, которую мы рекомендуем коэнзим-Ку-10, это женщины за 35, которые хотят забеременеть, либо женщины, которые готовятся к беременности в любом возрасте. А также рекомендуем в качестве профилактической дозы принимать при бисквозе. Третье преимущество – позволяет сохранять молодость кожи. Мы все знаем, что кожа у нас все время находится в ограничении. Сначала все внутренним органом, а затем кожа, волосы и ногти. Чтобы коже хватало энергии оставаться молодой, красивой, эластичной, в тонусе, им нужна энергия, чтобы она могла делиться и развиваться в нужном направлении здоровой. Четвертый плюс – устранять головные боли. Ученые выявили, что коэнзим-Ку-10 снижает в 3 раза количество умигрений. Обычные головные боли вовсе устраняют. Следовательно, ваша следующая категория, для кого вы можете предлагать коэнзим-Ку-10 – люди с страдающими мигренами и частыми головными болями. Пятое преимущество – улучшает работу мышечных волокон. Очень часто люди, которые много ходят, либо много сидят, мучаются судорогами. А также спортсмены, так как они начинают очень активно тренироваться, их мышечная ткань не успевает восстанавливаться, им нужна энергия. Эту энергию они берут из коэнзима-Ку-10. Шестое преимущество – позволяет предотвратить развитие диабета. Очень часто вы будете встречать свои практики или общаться с людьми, и если будете с ними разговаривать, интересоваться, очень часто у людей встречается диабет либо первого типа, либо второго типа. В чем плюс? Куэнзим-Ку-10 помогает сдерживать уровень глюкозы в крови, сахара и инсулина. Это огромный плюс. Следовательно, у нас есть еще одна категория – люди, страдающие из диабета. Так, да, сначала лучше всего принимать вместе омега и куэнзим. Это отличное сочетание. Седьмое преимущество – препятствует развитию глюкозаболеваний. Каждый из нас понимает, что сейчас омега заболеваний на пике. И исследования ученых показали, что при постоянном ежедневном применении куэнзима Ку-10 старше 35 лет снижает риск на 53%. Это огромный процент. Восьмое преимущество – улучшает работу мозга. Знаете вы, что очень часто пожилые люди с возрастом начинают что-то забывать. У них появляется помутнение разума. Также начинают появляться болезни Паркинсона и Альцгеймера. И чтобы предотвратить данные заболевания, нужно принимать куэнзим Ку-10. Это уже доказано ученым. Потому что мозгу не хватает энергии. Куэнзим Ку-10 принимается точно так же. Три месяца прием – месяц отдых. Три месяца прием – месяц отдых. Они могут приниматься на постоянной основе. Нет ограничений. Потому что этого фермента организму не хватает постоянно. Это точно так же. Потому что вы же не можете один раз поужинать, а потом пять лет не ужинать. Либо один год убраться, один день убираться дома, а потом год не убираться дома. Если ваш организм требует омегу, вы чувствуете себя хорошо. Если организм требует куэнзим, то вы можете принимать. У многих на этот препарат аллергия именно на куэнзим Ку-10. Куэнзим Ку-10 очень… Нет. Как можно вам объяснить? Это препарат, состоящий из именно натурального фермента. Если у человека есть аллергия, то лучше не принимать. Нужно взять другие. Есть другие. Энерджи-бум у нас. Его можно предложить. Куэнзим Ку-10 очень легко дает аллергия. Это значит быть чисто индивидуально. По крайней мере, до этого я не встречала людей с аллергией на куэнзим Ку-10. Да, до 35 лет мы рекомендуем. Кому? Тем людям, которые находятся в стрессе, которые устают, которые не чувствуют прилива сил. И девятое преимущество куэнзима Ку-10. Куэнзим Ку-10 обеспечивает защиту мышц. А сейчас мы все с вами знаем, что в мире царит вирус, который поражает именно легкие. Также мы его рекомендуем больным с астмой, больным с хроническим грандхидом. Очень помогает и увеличивает их защищенность сезонных болезней. Как его принимать по одной капсуле два раза в день во время или после еды? Курсом три месяца прием, месяц отдых. Три месяца прием, месяц отдых. Есть ли у вас вопросы по куэнзим Ку-10 или переходим к следующему биологически активной добавке? Вопросов в данный момент нет. Переходим к следующему биологически активной добавке. Это Энзи Пауэр. Действительно, недооцененная биологически активная добавка компании «Победы». Почему? Потому что многие просто не обращают на нее внимания. Многие из вас знают, что если человек переедает, либо у него проблемы с желудочно-кишечным трактом, проблемы с желчекаменной болезнью, либо проблемы с поджелудочной, у человека начинается ферментодефицит. Ему не хватает ферментов, чтобы переваривать пищу. И очень часто назначают клиентам, пациентам врачей, назначают либо панкреатин, либо крион. Но если вы посмотрите на состав панкреатина и криона, то вы сможете обнаружить, что состав Энзи Пауэр мощнее. В чем именно? Крион состоит только из панкреатина, а именно амилаза, лифаза и протеаза. Это ферменты, которые расщепляют белки, жиры и углеводы. Они состоят только из них. А в нашем Энзи Пауэр есть еще специальные добавки, которые улучшают данный вак. Итак, яблочная клетчатка. Клетчатка помогает очищению желудочно-кишечного тракта. Почему? Потому что клетчатка выходит из кишечника в неизменном виде. Она чистит кишечки. Порошок папаи или по-другому он называется папаин. Он разжижает кровь, препятствует скоплению термбоцитов, ускоряет заживление ран. Следовательно, если у человека есть язва и он чувствует тяжесть, то ему наш препарат больше поможет, так как в нем есть папаин. Порошок ананаса по-другому он называется домилайн. Данный ингредиент расщепляет белки и играет очень важную роль в обменных процессах. Очень часто люди замечают, что когда они переедают белковую пищу, у них наступает тяжесть. Белковая пища бывает животного происхождения и растительного. Когда вы поедите много мяса, вы чувствуете тяжесть. Особенно, когда вы поедите бобовые. Бобовые – это и есть растительный белок. И если у вас не хватает специального фермента для расщепления белков, вы чувствуете вздутие, вы чувствуете тяжесть. Бронилайн, порошок ананаса, помогает именно в расщеплении белков. Порошок куркумы. Порошок куркумы выводит токсины и снижает уровень холестерина и сахара в крови. Все мы понимаем, что при неправильном питании уровень холестерина повышается, сахар в крови повышается, потому что люди питаются неправильно, питаются в основном углеводной пищей. Что мы едим? То, что быстро усваивается, дает быструю энергию. А затем, через пару часов, мы хотим не просто есть, мы хотим жрать. Мы настолько голодны, нам не хватает энергии. Поэтому мы бежим, и что мы съедаем? То, что мы видим? Самое легко усвояемое. Всегда почему-то попадается нам под руку лепешечка сладенькая или булочка. Следующий ингредиент, на который стоит обратить внимание, это экстракт артишока. Это желчегонный препарат. Следовательно, мы его рекомендуем при желчекарной болезни, либо у людей, у которых уже удален желчный физик. Сейчас таких людей достаточно много. Кому мы их назначаем? Ну, рекомендуем нашим Энди Павер. Людям, которые чувствуют тяжесть после употребления пищи. Те люди, которые страдают метеоризмом. Те люди, которые чувствуют после еды тошноту. Те люди, которые чувствуют отрыжку. Те люди, у которых бывают либо запоры, либо диареи. Те люди, которые понимают, что вроде бы они питаются правильно, но вес не уходит. А вес почему не уходит? Потому что идет неправильный обмен веществ в нашем кишечнике. В том, как в кишечнике не хватает определенных ферментов. И чтобы помочь нашему организму, нужно рекомендовать принимать Энди Пав. А сейчас особенно. Сейчас все мы знаем, что месяц Рамадан. Сейчас идет пост. И многие из вас понимают, что целый день человек не пьет, не ест. В желудке скапливается желудочный сок. Желчь застаивается. И когда вы начинаете кушать вечером, появляется тяжесть. Появляется взбунтие. Поэтому очень рекомендую всем, кто держит пост. Пожалуйста. Во время приема пищи принимайте по две порции нашего Энди Пав. Вы сразу почувствуете легкость. Если в вашем окружении есть люди, которые принимают, в основном вы видите, Крион, Амилазу, Амес, Панкреатин. Рекомендуйте лучше принимать Энди Пав. Будете сравнят и поймут, что от нашего ВАДа им станет лучше. И действительно он более легкий, а также он по ценовой категории чуть ниже, чем Крион. Если у вас вопросы по Энди Пав. Если нет вопросов, мы перейдем к следующему блоку нашего сегодняшнего вебинара. Это функциональное питание. Это две совершенно разные вещи. У нас в компании есть продукты для здоровья, которые нам нужны ежедневно. А есть функциональное питание. Что это такое? Это определенная линейка продуктов, которая нам нужна в определенное время. Не всегда и не всем подряд. Кому нужно наше функциональное питание? Наше функциональное питание нужно для тех людей, которые хотят снизить вес, для спортсменов и для людей, которые хотят заботиться о своем здоровье. О чем мы сейчас с вами будем говорить? О стевии. Стевия – это самый безопасный сахарозаменитель в мире. Очень много сахарозаменителей в данный момент в магазинах. Но поймите, что прежде чем покупать, загуглите. И вы увидите, что ученые определенные виды сахарозаменителей рекомендуют не использовать. Почему? Потому что они вызывают онкозаболевания. Единственный препарат, имеется в виду сахарозаменитель – это стевия. Стевия во много раз свылаще сахара. Сахар, по идее, это такой же наркотик для мозга, как наркотики, которые принимают люди. Именно в виде марихуаны, кокаина. Люди отсаживаются на сахар, и очень сложно им жить и быть несахарозависимыми. Если вы чувствуете, что вы действительно съедаете очень много сахара, то попробуйте перейти на стевию, и вы заметите, что ваша жизнь станет лучшим. Стевия прирастает в этот стадий, который растет в Северной и Южной Америке. Стевия в 400 раз слаживает сахар. Кому мы ее рекомендуем? В самую первую очередь всем людям, которые находятся в преддиабетном состоянии. Это люди с инсулинорезистентностью. Люди с диабетом первого типа. Люди с диабетом второго типа. Вы знаете, что у нас много таких людей вокруг. И чем им бегать, бедненьким, и мучиться искать качественный сахарозаменитель, рекомендуйте нашу стевию. 30 мл стевии заменять 1 кг сахара. Итак, секундочку. Про стевию не договорила еще. Стевия помогает для переваривания пищи. Почему? Потому что стевия не требует инсулина. Также стевия не повышает уровень сахара в крови. Это важно для диабетиков. При нарушении обмена веществ стевия очень важна. Почему? Потому что глюкоза в первую очередь переваривается нашим организмом. Если вы много поглощаете сахаром, то все остальное уходит на второй план. А именно белки и жиры. Стевия содержит кремний, который замедляет старение клеток. Стевия способствует похудению, потому что не едет сахар. Следовательно, уровень сахара в крови глюкозы и инсулин не скачет. И можно очень легко снизить свой вес. Также стевия – это противомикробное и противовоспалительное средство. Разжижает кровь и выводит холестерин. Стевия очень эффективна при парадонтозе и предотвращает появление кариеса. Это очень важно. Если вы заметили, что у вашего ребенка появляется кариес, замените обычный сахар на стевию. Следующее. Поговорим с вами про батончики. Фаберлик. Что такое батончики? Любой батончик – это перекус. Это неполноценный прием пищи. Он нужен для первого и второго перекуса. Все мы знаем, что человек должен питаться пять раз в день в среднем промежутке в три часа. Когда вы захотели поесть, чтобы не съедать вредное сладкое, например, булочку либо лепешечку, вам лучше иметь батончик. В чем плюсы? Батончики без сахара. Следовательно, уровень глюкозы у нас не поднимается и после него мы не захотим кушать. А когда есть наш перекус, например, состоит из сладкого, то уровень сахара погасится, инсулин снизит и он вновь захотим кушать. Когда мы съедаем батончик, все ровно и можно точно знать, что через час, через два у вас нападет жутко чувство голода. Батончики наши очень важны в чем? Они содержат 21% белка. Это очень много, потому что люди в основном не заедают белка. В основном люди питаются углеводными, а белки – это самый главный строительный материал. Волосы, кератин – это белок. Все наши гормоны – это белки, все ферменты в организме – это белки. И если человек не доедает белков, то у него начинаются проблемы с кожей, проблемы с ногтями, с волосами, а также со здоровьем. Если человек не доедает белка, то появляются проблемы с костями, сухожилиями и связками. И только если вы хотите снизить свой вес, вам придется перейти с углеводного питания на белковое питание. Потому что мы набираем вес не от жира, а именно от углеводов. А белки – это тот элемент, который нам позволяет жить в полноценной жизни. Дополнительный источник витаминов и минералов. Коллаген в составе улучшает эластичность кожи, состояние волос и ногтей, суставов и сухожилий. Какие наши болаты способствуют повышению веса? Вот сейчас мы с вами поговорим о повышении веса. Сухой белковый суп. Белковые супы, вы должны понимать, есть протеиновые коктейли и белковые супы. Кому они нужны? Спортсменам и людям, которые хотят снизить вес. В каждой порции сбалансированный набор белков, жиров и углеводов. Самое главное, что это белковый, а акцент делается на то, что много белка. Вы столько белка в обычной жизни не употребляете. Таким образом, вы наедаетесь, белки перевариваются дольше и у вас остается состояние насыщения на дольшее время. Вы не хотите есть, вы не хотите заедать и вы не попадаете в стресс. Стресс – это когда вы сидели-сидели, вроде бы, ой, сегодня я продержусь и не буду кушать сладенького. Раз в время 10 часов ночи, вы думаете, надоело все, ничего со мной не будет, пойду съем пирог. Чтобы такого не было, как раз в самый раз наши белковые супы. Они стопроцентно убивают чувство стресса, чтобы заесть его. В наших белковых супах 42% белка. Они не содержат ни сахар, следовательно, их можно диабетикам, не содержат глютен. Их можно людям, которые сидят на аглютенном протоколе. Есть люди, которые при употреблении продуктов с глютеном, это рис, макароны, мука высшего сорта, испытывают дискомфорт. У них проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также у них появляются крыши. Это люди, которые страдают от глютена. И им очень нужно, чтобы в продукте не было глютена. Пожалуйста, рекомендуйте им наши супы. Без геморрона. Геномодифицированные продукты, сейчас все мы знаем, что уже давно все люди следят за этим тренером, чтобы их не было. Протеиновые коктейли Велна с коллагеном. Вот именно для повышения веса человеку нужно кушать основной прием пищи, а затем через 20-30 минут выпивать протеиновый коктейль. Таким образом вы увеличиваете дозу полезных веществ для набора веса и помогаете появляться не жиру, а мышечной массы. Таким образом человек набирает вес. Протеиновые коктейли изначально были созданы не для того, чтобы человек мог набрать вес, а снизить вес. Если вы хотите снизить вес, то вы заменяете один основной прием пищи, обед или ужин, на наш протеиновый коктейль. Если вы не имеете проблем с переваливанием лактозы, то вы его делаете на молоке. Если у вас есть проблемы с не переваливанием молока, именно лактозы, то вы его делаете на воде. Но хочу вам как уже специалист по корректированию веса сказать, что если вы его делаете на молоке, то он автоматически переходит не из суперфуда, который 100% снижает вес. Он переходит в категорию, которая полезна, но не 100%. Почему? Потому что молоко в чистом виде, цельное молоко, оно содержит в себе лактозу. А лактоза – это продукт, который поднимает сахар в крови. Если у вас есть люди, которые страдают сахарным диабетом 2 типа, либо инсулинорезистентностью, то рекомендуйте им наши протеиновые коктейли, но на воде. На молоке вы их можете пить только в обед. На ужин мы рекомендуем все-таки использовать наши протеиновые коктейли на воде. Очень важно сказать, что в состав нашего коктейля входит биотин. Биотин – это витамин красоты, который сейчас на пике популярности в Европе, в Америке. У нас еще нет этого, по-моему, БУВа, но во всех странах более развитого мира биотин уже будет и в кремах, и в пищевые добавки, и в шампуне. Биотин – это просто-напросто витамин красоты. Без него не может быть красивые волосы, ногти и кожа. Итак, есть ли у вас вопросы по нашей сегодняшней с вами теме? Потому что в данный момент у нас уже презентация заканчивается. Жень, я прошу прощения. Вы зайдите, пожалуйста, в вопросники. Я вам там выделила вопросы на, возможно, какие-то вы уже ответили, а какие-то пропустили. Если вы чувствуете, что вам нужно сейчас поесть, и вы чувствуете, что вы не хотите обычной еды, это в обычное время. Например, у вас идеальный вес, но чувствуете тяжесть. Либо на улице очень жарко, и вы понимаете, что вашему организму сейчас нужны питательные вещества, но вы не хотите тяжелой пищи. Вы можете его использовать. Если идет речь о именно снижении веса, то курс идет точно так же. Более трех месяцев не рекомендуем использовать наши коктейли. Почему? Потому что нужно дать время организму восстановиться и разобраться в том, что он получил. И дать возможность организму справляться дальше самим. Потому что любой коктейль и суп – это не есть основа питания. Это помощь. А все-таки правильное питание – это когда мы видим правильно белковую пищу, углеводную пищу и наши жиры. Обязательно уделяйте внимание фруктам, овощам. Сейчас самый сезон. Берегите себя. Поднимайте иммунитет. Кушайте побольше зелени. Еще есть вопросы? Если вопросов нет, на этом мы сегодня закончим с вами. Была рада. Надеюсь, что была эта презентация полезна для вас. Если возникнут вопросы, пишите в чатах. Я во всех в чатах есть. Всего доброго. Мавлюда Рахматовна, передаю вам слово. Евгения, благодарим вас за познавательное обучение. Все было интересно. И самое главное – все было доходчиво. Запись вебинара будет обязательно. Вот я смотрю, сейчас задают вопросы. Запись будет обязательно. Мы скинем вам ее в течение двух дней. Всем, кто сегодня был с нами, я от всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья и, самое главное, хорошего настроения. Пусть никакой коронавирус не доберется до вас, до ваших близких. Верьте в лучшее. Я не сомневаюсь, что перемены к лучшему не заставят нас ждать. И мы в самое ближайшее время с вами увидимся. А самое главное – не забывайте лишний раз себя чем-нибудь порадовать. Потому что хорошее настроение, оно поднимает и иммунитет, и поддерживает наше здоровье. Всем хорошего дня, всем отличной недели. С вами мы встретимся в пятницу на очередном вебинаре. Тему и спикера мы вам озвучим в чатах. До свидания. Всем удачи. Евгений, еще раз вам спасибо. Продолжение следует...